всем привет предлагаю сегодня начать новую серию про play фреймворк play фреймворк то есть как мы видим это у нас веб фреймворк для java и для скалы но мы будем изучать под скалу под скалу чтобы попрактиковаться попрактиковаться со скалой немного и ну и изучить фреймворк заодно использовать поиспользовать аку 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 ака это у нас фреймворк который реализует актерную модель а play play построен построен на аки то есть билд он ака у нас play построен на аки окей то есть мы выяснили что это у начнем у нас некий в фреймворк который построен нас который у нас используют скалу качестве языка сразу хочу сказать что я надеюсь что вы знаете что такое скала и знаете что такое избить и что избить и это у нас билтул как маван как грэндал или как карга у раста окей дальше 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 я хотел бы сделать некое сравнение с некоторыми популярными фреймворки а именно джанга и со спринг бутом и чем выделяется play как видите разница просто гигантская поэтому 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 изучаете вы play ради ради по большому счету если вам просто повезет что вы будете работать с play какой-нибудь команде либо для своего просто ради своего кругозора ну и потрогать потрогать аку аку скалы аку скалы окей чем же у нас хороша чем же у нас хороший вернее play давайте вот посмотрим в первую очередь на джанга что мы здесь видим какие мы основные черты здесь можем лицезреть я бы вот выделил в первую очередь и это ли он играет комьюнити вот этим по моему две ключевые вещи то есть очень легко выучить играет комьюнити просто от грейд комьюнити это автоматически обозначает что у вас много пэккеджей что большое лайбрари и бьютифул код но это сомнительная вещь кому нравится кому не нравится если у нас легкость легкость учить то и по идее быстро но быстро работка это у нас из-за того что пакетов много то есть вам не нужно ничего писать с нуля то есть можно так сказал что сказать бы было что это легкость легкость изучения то есть поэтому достаточно простой язык там но единственная вот у него заморочки с этими отступами и все а в целом то это достаточно простой язык и то есть простой язык и с большим количеством готовых библиотек на другой стороне у нас play который акцентирует свое внимание на совсем других вещах он акцентирует свое внимание вот посмотрите что люди выбирают выделяет фаст хай скалабл бил то мака хай власти то есть четыре вещи четыре вещи связанные со скоростью со скоростью напрямую и даже стезис напрямую связан с масштабируемостью но его френдли со скала это ну я бы не стал это особо выделять то есть я бы вот бил то мака стоит рассказал оба фаст хай филосити то есть что что это у нас говорит о чем это у нас говорит это у нас говорит о скорости здесь еще подчеркиваю джаву джа а раджа водно джа скал уже может использовать библиотеки по джаве то есть вам автоматически добавляется огромное количество библиотек которые вы можете использовать в поле если захотите а именно в скале то есть у вас также присутствует огромное количество скажем фундамент у вас огромный есть уже готовы который готов использовали но более по мне так скала немного по мне более совершенно плане языка нежели нежели джава окей примерно разобрались какое-то общее представление получили теперь теперь следующий шаг нам нужно нам нужно с чего-то начать я вам предлагаю начать с хэллоу ворда с хэллоу ворда который мы скачаем скачаем то есть заходим на главную страничку трай трай плей жмем трай плей нас нас переправляет переправляет вот сюда и жмем трай хэллоу ворд экзампл и скачиваем скачиваем вот эту скаловскую версию как скачаете как скачиваете переходим переходим в идею и импортим импортим данный проект себе окей и у вас появится примерно вот такая структура у вас будет немного отличаться потому что там потому что там идет вместе вместе с этим вместе с грэндал вместе вместе с грэндал грэндал я отсюда вычистил по крайней мере большую часть то что относится грэндал я буду базироваться на избить на избить и и так поехали поехали давайте разберемся со сперва со структурой получим какое-то общее представление что к чему то есть вот наши сбить и файл где наши зависимости версии некие резовы дальше дальше что нам важно тест это тест таргет с прожитом это у нас source code public public это у нас что такое public это у нас ассеты то есть картинки javascript и стиле логи логи ком это у нас конфигурационные файлы и здесь пока нам нужно вот этот файл roots файл root roots roots и самая важная папка это app где собственно ваше приложение здесь можно выделить две папки это контроллер и view view это ваши плейты и контроллеры контроллеры это это контроллеры которые ответственны за за комбинацию за комбинацию ваших путей и отображений и отображений то есть в контроллере вы внедряете также ваши ваши модели то есть здесь традиционный паттерн версии также используется ничего нового как говорится окей значит вот у нас есть файл файл рот здесь мы указываем растите пи методы то есть это обычный скажем так текстовый файл просто так пишите давайте создадим свой какой-нибудь нет потом пару отступов сколько вы хотите просто чтобы было пространство пишем пишем название пути название пути давайте давайте мэй мэй и дальше мы пишем контроллер то есть папка контроллер и и пишем название контроллер контроллер у нас он пока не существует чуть позже мы создадим и пишем название метода которые ответственны за данный путь и давайте я создам индекс окей написали теперь идем папку контроллер и создаем создаем данный класс пишем мэй контроллер контролем мои контроля создали чтобы здесь самому все это дело не писать вручную идем в какой-нибудь соседний 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 контроллер и просто копируем потому что все одно и то же все одно и то же все одно и то же это мы делаем вычищаем метод у нас индекс здесь у нас будет он не мэй так вьюху мы назовем как-нибудь по-другому поскольку у нас здесь мы уже занят давайте давайте я создадим май 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 пока у нас это вьюхе пока нет так здесь мне нужно еще переименовать на main контроллер то есть что происходит вот наш класс мы инжектим некоторые компоненты пока они нам не важны здесь импреситно добавляется у нас ассеты то есть вот и вот из этой папки чтобы можно было ссылаться вот на эту папку мы импреситно вот эти ассет файндерс ассет файндерс добавляем и так все это дело у нас extended некий абстрактный контроллер некий абстрактный контроллер окей и в этом в этом контроллере мы реализуем метод индекс метод индекс то есть как мы вот здесь написали индекс вот видите у нас даже ошибка теперь исчезла сколько у нас теперь есть метод индекс теперь нам нужно создать вьюху давайте создадим вьюху где вот темплейт 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 так поехали май май и как мы видим здесь интересная запись которая подталкивает нас к следующей мысли что темплейты это всего лишь функция темплейт темплейты это всего лишь функция мы обращаемся с ними как с функциями то есть вот здесь мы напишем параметры какие то а вот дальше мы напишем наш обычный код так что пишем текст стринг И здесь нам нужно добавить implicit вот эти вот ассеты, чтобы автоматически у нас добавлялись ассеты. Окей. И дальше мы пишем наш обычный HTML-код. Я вот скопирую отсюда, чтобы не мучиться. Так. В title я сразу текст вклиню. И здесь тоже текст. То есть таким образом вот собака и имя переменная я просто использую параметры нашей функции. То есть напоминаю, темплейт это можно рассматривать просто как функцию, в которой мы вот здесь вот сверху передаем параметры, а потом просто перечисляем наш обычный темплейт. Окей. И допустим здесь напишем какой-нибудь параграф, сам текст. Сам текст. То есть это будет наш Hello World. Такс. И здесь я исправлю немножечко. Напишу Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Окей. И в принципе все. У нас все готово. Ничего сложного, да? В принципе даже можно запускать. Даже можно запускать. Даже можно запускать. Давайте запустим все это дело. Посмотрим, как это у нас выглядит. Посмотрим, как это все у нас дело выглядит. Окей. Если у вас ID, и это все автоматом не настроен, то просто Edit, и здесь просто добавляем Play, и затем настраиваем. Настройки вот GM-вские можно. Если вы профи, то разберетесь. Если нет, то оставьте пока все как есть. Дальше. Модуль указываем. Порт. И окей. Ничего особенного. Или можно запустить напрямую через Sbt. То есть используем команду Sbt Run в корневой папке. Если вы желаете. Окей. Запускаем. Так. Запустили? Запустили. И вот наша стартовая страничка, которую нам предоставляет вот Hello World. То есть тот архив, который вы скачали, вот такую вот страничку вам по дефолту поставляет. Но мы создали свой путь. Но мы создали свой путь. Ака. О, не Ака. Я уже забыл. Какая Ака? Мейн. Мейн. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Так долго, так долго грузится. Очень странно. И вот наш... Вот наш мейн. Вот наш мейн. Как вы видите, здесь Reload у нас осуществляется. Reload осуществляется. Непонятная мне ошибка. Ладно, пока пропустим. Running application out Reload is enabled. То есть, что это имеется в виду? То есть, если я сейчас внесу какое-нибудь изменение. Вот такое вот. И-и-и-и. В итоге... Я получу новую компиляцию. Новую компиляцию. И я могу это дело всё увидеть. Странно, что так долго реагирует. И, как мы видим, всё отобразилось. Всё отобразилось. То есть, что здесь происходит? Происходит Live Reload. Нам не нужно перезапускать... Нам не нужно перезапускать всё приложение целиком. Это одна из прикольных фишек, которая сразу идёт вместе с Play. Что очень и очень здорово. Ладно. Ладно, ладно, ладно. То есть... То есть, то есть, то есть. Что у нас? Какие основные у нас элементы? Это roots. Это файл roots, который находится в папке com.roots. Это контроллеры, которые у нас находятся в папке controllers. Это вьюхи, которые находятся в папке view. Прошу обратить внимание, что если вы вручную будете создавать, то надо создавать... То есть, main, то есть, имя, потом scala, потом html. Почему такое название странное? Потому что ваши вьюхи, это, по сути дела, как функции. То есть, вы сперва описываете параметры, а потом, скажем так, тело. Параметры, а потом тело. Чтобы к параметрам обращаться, вы просто собаку и имя, собаку и имя. Все очень-очень просто. А раз это у нас функции, да, то у нас есть простая возможность использования. Использование. То есть, мы можем уже функцию вызвать другую функцию. И, собственно, этим и занимаюсь. Вот, к примеру, вот страничка индекс каким образом отображается? То есть, смотрите, вот параметры у странички индекс, да? Но здесь мы видим, запускается, запускается main, запускается main. То есть, индекс, из индекса запускается некая страничка main, которая передается в следующие параметры. И в качестве тут еще message, welcome message, ставил скал. То есть, обычно переиспользование шаблона идет. Ничего нового. Здесь, а вот это наша, скажем так, основная функция, да, базовая функция, которую мы используем. Вот параметры. Мы их просто сюда внедряем. И вот наш контент. Контент, вот, контент html. Окей, и, 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 welcome. Welcome message. То есть, вы можете создавать тоже вот такие же свои функции, такие же свои функции, и просто их дело переиспользовать. Здесь вот, welcome, да, вот, welcome. Это вот этот, welcome. То есть, вот этот вот текст. То есть, вы составляете, то есть, используете по полной программе функциональность. Используете функцию в другой функции. Здесь просто текст. Здесь просто один большой текст. Ладно. Контроллеры. Теперь давайте немного поговорим о контроллерах. Вот наш контроллер. Да. И вот наши методы. Наши методы, это наши экшены. Которые реагируют по определенному пути, который мы определяем в файле Roots. И здесь мы как-то определяем. Что здесь пока важно? Пока важно следующее. Хоть и здесь написан очень простой ответ, но здесь есть, к сожалению, неявные параметры. То есть, я мог написать, вот, request. И затем из этого request вытянуть некоторые интересующие меня параметры. То есть, атрибюты, header и всякое стандартное, всякое, всякий стандартный пакет, 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 который нам приходит, когда кто-то делает request. То есть, заголовки, тело и так далее. То есть, поскольку это у нас функция, как вы видите, да, это у нас функция, то здесь идет ответ. В качестве ответа мы используем ok, 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 ok. То есть, это у нас обычный, обычный объект, обычный объект со статусом 200. И, как вы видите, здесь вы можете и другие статусы использовать, в зависимости от того, что вы хотите отдать. Не сложно заметить, что Play также эксплуатирует MVC-паттерн. MVC-паттерн. То есть, у нас есть контроллер, который координирует вьюхи, вьюхи и модель. Модели у нас еще нет, но мы будем ее в следующий раз, в следующий раз ее добавим. То есть, мы бы писали, допустим, давайте, давайте я... Хотя... В общем, мы бы что делали? Мы брали бы какой-нибудь репозиторий, извлекали какие-нибудь данные, а затем просто передавали, скажем так, функцию MyMain. То есть, еще раз повторю, наши вьюхи воспринимаются как функции. То есть, мы бы просто передали бы затем какую-нибудь collection, какой-нибудь collection MyMain. Какую-нибудь мою коллекцию, и затем на вьюхах бы это дело все отобразили. Но этим мы займемся в следующий раз. На этом я предлагаю сегодня закончить наше, скажем так, первое знакомство с Play. Изучайте Play. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok